В клубе самый разгар теоретических занятий. Самая юная группа начинающих, ребята от 6 до 10 лет, осваивают теорию дебюта. Если мы слоном атакуем на коня, это у нас испанская партия. Если мы слоном играем без какой-либо атаки, это у нас итальянская партия. Если ты хочешь играть грамотно и интересно, теорию надо знать. Вот как Давид Чермет в 7 лет уже хорошо ориентируется в началах шахматной науки. Я сперва, когда увидела шахматы, я такой, а как они ходят? А кто тебя научил играть? Папа. Трудно вообще научиться играть в шахматы? Не очень. Я хочу стать игросмейстером. Тот, кто очень сильно играет, но чемпион мира все равно его выигрывает, потому что он выше. Магической силой обладает шахматная корона для шахматистов. Недаром самые строгие учителя на занятиях по теории – это чемпионы мира. Уроки не проходят даром. Давид сразу показал, как освоил итальянскую партию в дебюте и без труда обыграл меня. Впрочем, проиграть шахматному вендеркинду не зазорно. А в клубе можно найти для себя много интересного. Каждый желающий ребенок и взрослый посетить наш клуб, принять участие в учебном процессе, принять участие в турнирах, даже просто встретиться за чашечкой чая, кофе, сыграть партию в шахматы – это тоже у нас приветствуется. У нас среди учеников, если по всем школам считать порядка 300-400 учеников, клуб посещает около 100 учеников, периодически заходят к нам на турниры взрослые, начиная от любителей до мастеров спорта. Каждую неделю в клубе проводятся турниры на 30-40 участников. Любой желающий может проверить свои силы, пообщаться с преподавателем, разобрать свою игру. Клуб позволяет держать себя в тонусе, работать над собой. От этого качество вашей игры только улучшится. Ведь игра – это спорт, но очень красивый спорт. А вот еще одна новинка, которая осваивается в клубе – игра, родина которой – Россия. Шахматы родились 2000 лет назад в Индии, и с тех пор человечество находится в шахматной горячке. Но в последнее время появились и новые русские шахматы, хотя говорят, что и им многие сотни лет. И именно этим шахматам принадлежит будущее. Таврели – так называются русские шахматы. В отличие от индийских, на доске нет слонов, но есть лучники. Нет коней, но есть всадники. А пешка – это ратник. Вместо короля – князь. Да и ходят таврели несколько иначе. Здесь не съедают и не убивают фигуры противника, но могут их взять в плен. Русские шахматы – более гуманная игра, в которой нет никаких взятий фигур, а есть пленение фигур. Поэтому все фигуры от начала до конца партии остаются за шахматной доской. Мы это активно развиваем, обучаем шахматистов в первую очередь этой новой игре. И действительно научиться в эту игру может каждый желающий игрок, который знает правила индийских шахмат. За 7 минут он может обучиться и русским шахматам. Внешне игра кажется более сложной, но как отмечают специалисты, а Федерацию русских шахмат возглавляет Анатолий Карпов, Это игра 21 века. Ее многогранность и трехмерность комбинаций созвучно мышлению современного человека. Да, шахматы – это и искусство, и спорт, а главное – адекватное отражение действительности. Так что играйте в эту мудрую игру.